9 мая 2013 года вся страна с гордостью проснулась для того, чтобы вспомнить Великий День Победы над фашистской Германией. В нашем городе ветеранов уже пятый год подряд радует праздничной концертной программой «Тверские звезды эстрады». В этом году на мероприятие пришли более ста человек – это ветераны и дети войны. Для них были накрыты столы с угощением и, конечно, не обошлось без фронтовых 50 граммов. У меня эта идея возникла как-то сама с собой, просто, может быть, какой-то дух такой патриотизма есть, что когда я первый раз провела это мероприятие в своих кафе, также в кафе на Политехе, ко мне подошла женщина и сказала, что мы живем вашими праздниками, от праздника до праздника у нас есть возможность пообщаться, потанцевать, потому что они как-то, я думаю, что уже как-то ограничены, и возраст дает о себе знать, поэтому дело чести нам делать для пожилых людей такие праздники. Великая Отечественная война наступила для Веры Ивановны Сычевой, когда ей было 13 лет. Дети войны – так теперь их называют уже пожилые люди. Но их вклад неоценим. Они трудились на полях, на заводах и фабриках, в госпиталях днем и ночью, наравне со взрослыми, навсегда забыв о том, что они дети. И война нас тогда была, конечно, страшной, особенно 42-й год. Нас бомбил наш поселок. Почему? Потому что через нашу железнодорожную линию в сторону Ржева и так далее направлялись и тогда эшелоны и с живой силой, и с оборудованием, и со снаряжением, и с питанием. И немцы, конечно, бомбили так каждый день на таком почти бреющем полете. Почему? Потому что зенитки не могли уже даже в конечном итоге справиться с этим. Иван Алексеевич пошел на фронт в 1943 году. Он участвовал в освобождении Киева, потом в прорыве блокадного Ленинграда. Страшные годы войны навсегда врезались в память. И только со временем боль от пережитого утихает. Самое главное – это победа, вспоминает ветеран, еле сдерживая слезы. Такое чувство в жизни раз бывает. Чувство, что остался жив после такой тяжелой. Было чувство сильнейшее. Стреляли мы с автомата, с орудия, все это вообще было, радостно было. Ну и после того, вторая была грусть. По признаниям самих ветеранов, такие встречи – это редкая возможность пообщаться друг с другом, вспомнить однополчан годы войны и труда. И в этот день они на мгновение стали молодыми и загружились в праздничном вальсе. Так могут танцевать только победители. Для родных всегда отвергите дверь и мочи дом. Соберемся по-простому за одним столом, Чтобы юности беспечной вспомнить времена, Чтоб за дружбу нашу выпить сладкого вина. От души желаю вам ярких солнечных дней, Самых преданных подруг, самых верных друзей. От души желаю вам, чтобы дом ваш родной И невзгоды и беда обходили стороной.